МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Афишнс для канала Брянская губерния. О наиболее заметных культурных событиях на предстоящую неделю расскажу вам я, Оксана Измерова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сцене театра драмы 29 ноября лирическая комедия французского драматурга Франсиса Вебера «Ужин дураков». Постановка заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Горника. Глубокие смыслы и очень интересная сюжетная линия. Необычный ужин в кругу друзей обещает стать веселым для некоторых, но не для всех. Одному гостю отведена особая роль – стать предметом тонких насмешек. Но все изменит коварный случай. Их много в министерстве. Все ее прочитали, вся бухгалтерия. Будем заниматься подсчетом бухгалтеров. Я не знаю, где моя жена. Хорошо, хорошо, извините. Гюстер, я прошу себя поторопить с этим адресом. Ты же видишь, все брашаны есть как на иголках. К счастью, у него есть бейсцеллер для поднятия духа. Кстати, еще одна ваша книга очень хорошо продавалась. Взгляд в прошлое. В министерстве все ее прочитали. Спектакль «Кириллен день» представит театр драмы «Пятничным вечером». Сцена из трагедии Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного» в постановке режиссера Анатолия Слюсаренко. По сегодняшний день история правления Иоанна Грозного излагается в параметрах двух Иванов – великого правителя, собирателя русских земель и лютого тирана с параноидальными характеристиками. Какого из них представит режиссер? Шуйский, или пред тобой, Мстиславский, или, быть может, пред тобой, боярин наш Никита Романович, врагов моих заступник. Ответствуй, Годунов! Храбрый ежик отправится на поезде лекарства для своего друга в спектакле театра «Кукол снежный цветок». Добрая, невероятно нежная предновогодняя история. В воскресенье в театре «Кукол» спектакль «Царевна-легушка» в постановке заслуженного артиста России Станислава Железкина. Выбор между добром и злом, правдой, ложью, подвигом и предательством. В музее братьев Ткачевых в эти дни открывается фото-выставка «Культ личности». Подробнее о ней нам расскажет организатор выставки, председатель Брянского областного отделения Творческого союза фотоискусства Владимир Безгрешнов. Владимир Николаевич, необычна сама выставка «Культ личности». На протяжении 27-28 лет вы сотрудничаете с одной моделью, да? Да. То есть для Брянска это впервые, наверное, да, такая интересная выставка? Ну, во всяком случае, мне не попадалось. Я вот ездил в Белгороде, там разговаривал, у них тоже есть кто-то работает, тоже уже на протяжении длительного времени, 20, там более 20 лет, так же с моделями. Ну, не знаю, может быть, когда-то и увидим их работы, чтобы сравнить. Давайте познакомим зрителей с вашей моделью. Как зовут-то прекрасную женщину? Лариса Хорошева, она главная медсестра в ционной больнице. А началось у нас в 89-м году. Первый-первый конкурс красавиц, деснянская красавица была здесь. Она, ее отобрали, она финалист. И Виктор Георгиевич Юхман заметил ее и после конкурса пригласил к нам в фотоцентр. Ну, там у нас много было, я же не знаю, сохранились ли у кого снимки или нет. Мы снимали много тогда, у нас было человек, я не знаю, 15 точно тогда фотографов. Снимали, а было? Одну, да, она приходила, мы там договорились. Для нас это еще, в принципе, это начало нашего фотографического пути, и было как бы как опыт. Давайте обратимся сейчас вот прямо перед нами, две работы. В начале ей 18 лет, и здесь уже скоро будет, не скажу сколько. Личность очень интересная. Очень женственная, очень добрая. Вот настоящая русская красавица. То, что вот пишет классика такая о русской женщине. Вот она, все и в ней есть, присутствует. Итак, Владимир Николаевич, на выставке представлены работы трех авторов, да? Давайте их назовем. Ваши работы. Да, мои работы. Ольга Тюренкова. Я ее привлек уже лет пять назад, наверное, или меньше чуть-чуть. И вот мы выезжали туда, на Снежку. Я, как я говорил, я уже знаю, куда ехать. И вот мы выезжали на Снежку. Ну, я приехал, правда, уже ситуация такая была, немножко не та, что я хотел. Ну, быстро обыграли то, что имеем, с тобой снимаем. Как относится сама модель, вот, к тому, что на протяжении 27 лет она с вами такая... С радостью, с радостью. Мы же не напрягаем сильно, время от времени, с радостью. А когда уже родилась идея сделать выставку, вот мы в последнее время, это лето, очень интенсивно работали. Лесное озеро, допустим, выезжали. Это уже она предложила место, я ее и не знал. И там детки были как раз, купались. И я выбрал кадрик, когда она, девочка, идет. Ну, это, понимаете, немножко ассоциация с ней, с Ларисой. Вот та девочка, только начинающая в своей жизни. И вот в мудреной жизни красавица наша Лариса. Так же представлена на выставке работа Виктора Юхмана, да? Они совсем в другой технике, да, сделаны? Да, да. Ну, у каждого у него, конечно, при его богатейшем... Он же и художник у нас плюс к этому. Богатейший опыт. Просто времени не хватило ему в полную силу здесь представиться. В смысле сделать, поработать последнее. Потому что материалы, которые у него до этого, то есть на протяжении того, что 28 лет, так же он снимал, пропали. Тут раз, видите, ветерок. Вот есть три. Нет ветерка, она как-то не та. Она стоит, да, красивая, да. Ну, а здесь, когда ветерок вот начал с прической играть, сразу интереснее. Там она заулыбала, засмеялась такая искренне, все естественно. То есть можно сказать, что вообще вот это сотрудничество, да, почти 30-летнее, это как находка для вас, для авторов, да? Конечно, конечно. Нам повезло, что вот мы подружились, и на протяжении этих лет нам удалось так плодотворно работать. Плодотворно работать. Ну, я думаю, что и для нее это такая веха в жизни. Потому что профессиональные художники прослеживают всю ее жизнь и показывают ее с самой лучшей стороны. Конечно, конечно. Когда-нибудь будет старенькой бабушкой с правнуками сидеть и будет показывать. Вот, посмотрите, какая бабушка была. В выставочном зале «Рост» завершает свою работу персональная выставка Натальи Самалыга, педагога детской художественной школы имени Татьяны Николаевой. Уже на протяжении 47 лет она отдает себя этой сложной и интересной профессии. Обучая учеников, не устает совершенствоваться как художник. В послужном списке автора 7 персональных выставок. Нынешняя экспозиция объединила работы, выполненные в техниках акварель, гуашь, пастель. В областном музейно-выставочном центре завершает свою работу персональная выставка живописи народного художника Российской Федерации Вадима Кислых, Москва. «Мир глазами художника кино». Под таким названием он объединил более 60 работ из личного собрания. Основной стороной его творчества является оформление художественных фильмов. Но свободное время посвящено живописи. В эти картины хочется всматриваться. Вот у него вот еще такая отличительная особенность, потому что, возможно, работа с кино, с условным искусством, вот здесь все соединилось в этих работах, потому что какая-то интересная ванера, совершенно необычная. Какие-то киношные штуки, вот кухонные, какие-то фактуры, смешение цветов, то, что не позволяет себе обычные живописцы. Брянский губернаторский симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна продолжает серию концертов с участием ведущих европейских дирижеров. Впервые в нашем городе дирижер из Италии Стефано Северини. В программе произведения Джоакина Рассини, Джузеппе Верди и Феликса Мендельсона. В этот вечер вы попадете под очарование итальянской музыки. И далее новинки кино, которыми порадуют брянские кинотеатры. Комедийный мультфильм «Ральф против интернета». На этот раз он отправится покорять бескрайние просторы интернета, которые может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы. Австралийский фантастический трейлер «Апгрейд» – желание отомстить заставляет прикованного к постели человека согласиться на технический эксперимент. В его тело имплантируется новейшая научная разработка. Криминальная драма «Вдовы» и жены погибших грабителей берутся сами закончить начатое, а главное – узнать, кто подставил их мужей. Фантастические твари «Преступление Гринде Вальда». Могущественный темный волшебник устраивает грандиозный побег. Теперь ничего не помешает ему добиться своей цели. В ролях Эдди Редмейн, Джонни Депп и другие. Триллер «Соната» представлен в кинотеатре «Люксор». Фантастический фильм ужасов «Оверлорд» пройдет в кинотеатрах «Люксор» и «Победа». Музыкальная биографическая драма «Богемская рапсодия». История пути группы «Куинн» головокружительному успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку. Практически распад коллектива и триумфальное воссоединение. Мультфильм «Смолфуд» смотрите в кинотеатре «Люксор». Это был обзор главных событий культурной жизни предстоящей недели. Планируйте свой досуг вместе с нами. Мы встретимся в следующую пятницу в 19.30. Ну а в любое время посмотреть программу можно на нашем сайте губерния.тв. До свидания.